Доклад В частности, его способности к обучению и коррекции ошибок. Причем нейронные сети могут в результате обучения построить сложную нелинейную модель различных процессов, без обязательного знания и законов функционирования. Но стоит понимать, что для построения модели требуется большой объем экспериментальных примеров. Для содержания получающих выбросов в большую степень зависит от качества полученной системы. Учитывая пшесказы, можно сделать вывод. Неронные сети имеют смысл применять в сложных для аналитического описания задач, в том числе, где учет всех условий невозможен. Неронные сети в данный момент с успехом применяются в очень широком кругу задачи. Приведу несколько примеров разных направлений применения. Распознавание образов, где выявляется похожесть нового образа на кругу примеров. Показываем нейронную сеть по обучению. Неронные сети по обучению. Это могут быть львовы, предметы, лица, и тому подобное. Классификации, где происходит разделение образов на определенный класс. В зависимости от применения, это могут быть типы подологии, платежеспособность клиентов, кредитные организации или вид нарушения системы безопасности. Задача пластилизации и разделения образов происходит на неопределенной категории, на основе некого общего сходства, которое может быть неочевидным. Бывают ситуации, когда системе необходимо работать в сложных, меняющихся условиях. Тогда нейронную сеть можно применить для задачи датации. В этом случае будет происходить перестройка алгоритма системы под новое условие работы в путемодоручивании. Также есть направления, связанные с прогнозированием. Здесь можно проводить прогнозы о поведении системы на основе исторических данных о явлении, например, погода, курс валют и тому подобное. Отдельно стоит показать применение нейронных сетей в систему безопасности, где существуют следующие проблемы. Оператор на пульте охраны должен постоянно следить за множеством институтных приборов и камер содержения. Для этого повышается вероятность пропуска нарушения из-за человеческого фактора. Система на основе нейронной сети может помочь оператору, как директуальный инструмент, в конце которого будет входить получение данных со всех датчиков, обработка и анализ сигналов, принятие решения возможных нарушений, передача сигналов, тревоги и информационной системы для отображения мест возможностей нарушения безопасности, сбор данных, положенные в срабатывании для адаптации нейронной сети и корректировки ошибок. Здесь показывают пример, используемые нами и модели нейронной сети, показавшие хорошие возможности в анализе сигналов. Это модель персинтронной нейронной сети с разным количеством слоев. После ее обучения на примерах используются роганализы для оценки качества ее работы на новые данные, тем самым подтверждая сохранение в обучающей способности. Видно, что при определенном пороге срабатывания получается максимальное значение действительности и специфичности. Следующее. Для получения входных признаков сети был использован метод спектрального преобразования. Следующее. Показательная модель персинтронной нейронной сети с разным количеством слоев была применена в алгоритмной обработке вибрационного средства обнаружения картечника, которое было разработано в рамках совместного с Владимирским государственным университетом опытно-конструкторской работы. Вибрационное средство обнаружения картечника назначено для организации, отбежая охрану периметра стационарных объектов посредством сигнализационного блокирования. Простичь мост устанавливается на инженерное заграждение, изготовленное из бетона, печа, металлические петли, стопик, брути, сетчатые материалы и дерева. Средство обеспечивает сигнализационное блокирование заграждений протяженностью до 240 метров с локализацией местного нарушения. Вероятность обнаружения составляет не менее 95 сотых при преодолении заграждения нарушителем путем перевоза через верх заграждения беспонучных средств, путем подкопа под заграждения при наличии плотного контакта нижнего края полотна заграждения с грудью, путем разрушения полотна заграждения с последующими установлениями на территорию объекта через полу. В состав изделия обходят две виброчистительные антенны, блок обработки и прибор на стройке индикаций. Каждая виброчистительная антенна состоит от одного на десяти метчиков вибротачек, последовательно соединенных кабельной линией. Вибротачек преобразуют в цифрические колебания, возникающие при воздействии нарушительных контролируемых заграждений. По налогу электрический сигнал, который после первичной обработки передается в блок обработки в цифровом виде. В качестве первичного преобразователя и продатчики используются высокочувствительные геофоны или динамического типа. Блок обработки производит обработку цифровых сигналов с продатчиком с последующей вытащей информации о времени и месте индикационирования. Передают информацию на оператора о состоянии изделия. Осуществляют хранение конфигурации отчета о работе средств. Алгоритм обработки содержит два нейромодуля. Первый представляет собой обслойную искусственной геномHN way сеть с освещением с одним линейным выходом. Второй представляет собой обслойную искусственную геноманную сеть свещение с одним секретным длинным выходом. Привор настройки индикации представляет собой планшетный компьютер и ноутбук с установленным на одном специальном программном обеспечении. С помощью него производится обучение нейросетей, настройка диагностики работоспособности средств при его монтаже, эксплуатации и проведение регулярных работ. Пользовательский интерфейс позволяет в режиме реального времени отслеживать рисковые и текущее состояние средств. Недавно проведенные экспериментальные исследования с размещением вибриджительной актентной грунт показали положительный результат. Такой вариант размещения наделяет средства свойством вскрытного установки. Может быть применен комбинированный вариант размещения. Половина датчиков грунта, половина награждения, прозрующих два рубежа от камня. Это позволит эффективно применять средства для активизации средств предупреждения. Например, светошумовых, а затем средства воздействия. Например, электрошоковый. На данном слайде в таблицах представлены основные технические характеристики изделия. Благодаря применению в алгоритме обработки нерамодули удалось получить логеризацию нарушителей с точностью датчиков для цели экранного телевидения. Индивидуальный настрой по алгоритму обработки каждого датчика. Увеличенная наработка, наложенная срабатывание за счетом кинокомпенсации, влияния по методам факторов природного и техногенного происхождения. Распознавание таблиц нарушений. Переволос в округе и правом с вероятностью. Дмитрий Восток, десант. Для обнаружения с вероятностью не менее 95 суток. Универсальность возможности работы на всех типах инженерных заграждений. В том числе и комбинированных и быстровозводителей. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Пятый доклад Крюков Юрий Алексеевич. Отгрузите, пожалуйста. Продолжение следует...